На счету у своего короля, хотя король решил устроить гонение на православную веру, он свою веру не предал, и из-за этого и умер. Дорогие друзья, и здесь Святой Георгий тот же самый, но если вникнет название Георгиос, что значит, если перевести с греческого, с кипсового на русский, будет значит землетелец и землебашек. Поэтому в каждой красной деревне есть храм, посвященный Святому Георгию. Обычно местные также дают и народные названия храмам. Народное название этого храма Терашотис. Почему Терашотис и что такое Терашотис? Терашотис это плод рожкового дерева, который кто-то купил сегодня для того, чтобы покормить его славу. Это плод рожкового дерева. Покупали, друзья? Пробовали? Не пробовали. Его можно попробовать. Не только оцик его любят, но и гиприоты его любят. Очень полезное и большое содержание кальция. Вот. Отлично поддерживают иммунитет, делают сиропы, различную продукцию с этого чудесного рожка. И сегодня здесь, здесь растет и повсеместно, можно увидеть деревья, рожкового дерева. Там, где земля белая, а не красная. И почему-то приоты назвали этот храм Терашотиса. Потому что дерево это расти здесь не должно. Оно сзади вас. Эти зеленые кругленькие листики. Это Терашотис как раз. Земля красная, а растение богато кальцием. А земля не белая, ребятки. Но все-таки она тут растет. Чудесно, много золоногих растет. И поэтому гиприоты дали народное название этому храму. Трансцветовая Георгия Терашотиса. Одно дерево здесь, и два дерева за храмом. И дальше, если вы будете, друзья, рассматривать, смотреть деревья, искать, вы не найдете здесь в округе. Терашотиса больше нету? Нет, нет. Ребятки, и также Терашотиса имеет и второе название. Это каратовое дерево. Если вы разломите плод, вы увидите семечки. Каждая из семечек имеет меру веса 0,2 грамма. Это один карат, друзья. Вот. И говорят, кипреты так. Можно эту семечку положить себе в кошелечек. И это вызовет приток денег. Не нужно раскопать стамины на нашей первой гости. Плоди семечку, друзья.